Бокер Тов, доброе утро! У нас недельная глава НАСО. Начинаем наш третий урок. Здесь идет речь о Соте. Женщина, которую подозревают в измене. Человек считает, что его жена могла согрешить. На него нападает дух ревности. У него есть основания. Он видел, как его жена находилась в каком-то месте. В какое-то определенное небольшое время, за которое можно было согрешить. Наедине с каким-то мужчиной. И он предупреждал свою жену, что так делать нельзя. Она это знает и все равно уединялась. И он это не может пережить. Он идет. И говорит такой ему, что так-то и так-то. Что на меня напал дух ревности. И я хочу свою жену привезти для испытания Сотой. Что такое воды Соты? Брали воду родниковую. И брали землю в храме. Смешивали ее. Потом писали на пергаменте имя Всевышнего. И стирали имя в этой воде. Коины не сразу подвергали женщинам испытания Сотой. Они с ней разговаривали. Они говорили, ты молодая. Малыша в жизни бывает. Если ты согрешила, сознайся, разведись с мужем и все. И будет живая. Не надо проходить через такое страшное испытание. Потому что, если она виновата, то умирает страшной смертью. Ее внутренности все начинают отказывать. Вздувается живот. Вздуваются бедра. Она умирает очень тяжело. И она будет опозорена. И если она упорно, то много в ней продолжается. Говорит, я ни в чем не виновата. Тогда приходит время. И ее еще раз спрашивают. Она говорит, я не виновата. Ну, говорит, тогда тебе эта вода не повредит. Если уже вода сделана таким образом. И имя Ашема растворено в воде. То уже после этого она отказывается проходить через испытание. Ее уже насильно заставляют. Коина ей силой вливает в рот. Эту воду, если она отказывается ее пить. Если она вовремя отказалась. То тогда ее жизнь ей оставляют. Значит, если женщина виновна. Мы понимаем, что происходит. Но если она не виновна. Не согрешила она. Ее все равно подвергает испытание сотой. Она утверждает, что нет. И волосы ее растреплят. Все-таки вина в ней есть. Что она все-таки уединялась с другим мужчиной. Хотя не было ничего того, о чем муж подозревает. И вина есть. Поэтому она проходит через это испытание. И пьет эту горькую воду. И если действительно она не виновата. То она получает благословение. Если она тяжело рожала, будет легко рожать. Если рожала, она девочек будет рожать в мальчика. В общем, много хороших благословений она получает. И то, что она виновна в том, что она уединялась. И будет искуплен этот грех. Еще интересно рассказывается нашими мудрецами, что были две сестры. Они похожи были, как две капли воды друг на друга. И одну из сестер муж подозревал в измене. И она это рассказала своей сестре. Она говорит, ну я пойду вместо тебя. Я же ни в чем не виновата. Так они и решили. Она переоделает свою одежду, своей сестры. Ее придали этому страшному испытанию. Она выпила воду. Все хорошо. После этого они встретились. И благодарность своей сестре. Она меня спасла. И она ее поцеловала. В этот момент начали действовать воды соты. И она умерла в страшных муках. Была опозорена сильно. Интересно, что в тот момент, когда умирает эта женщина, то человек, с кем она прелюбодействовала, умирает, где бы он ни находился. Урок был дан за поднятие души моего папы Якова. Моего дяди Владимир бен Григорий, моего брата Павел бен Ефим, Хая Малка бот Йосиф, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаэль, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, За здоровье Светлана бот Клара, Шимон бен Ицхак, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Полина Перв бот Соня Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мириан, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бот Ита, Фира бот Анна, Геннадий бен Елена, Леор бен Клара, Замазал Бороса Сгула, Ирина бот Ури, Арон Арье бен Ури, Зароша Дух, Арон Арье бен Двойра, Низ бен Ахум, Авигаль бот Сара, Всем шарват шалом, Подписывайтесь на мой канал, Ставьте лайки, До следующих встреч!